Президение у него присутствует Николай Шатинович Валилов, как известно, председает архиеписк Павловича и периодически на жительских чтениях Павловича. Мы договорились о том, что его доказательство будет называться «Позитив в Володю». Рад всех видеть. Погромщик. Кто притерпевает? Все на расселении говорится. Спасибо. Спасибо, Господи. Вчера архиеписк Павловича и сегодня местные. И по всему, я думаю, что актуальна сегодня именно эта тема «Позитив в Уфологии». Вы сами понимаете, что говорить о позитиве я могу только как либо по упущению Божьим, либо о промысле Божьем. Иного позитива класс этих явлений не имеет. Почему? Ответу на этот вопрос и будет посвящен мой доклад. Иные же получат приращение осуждения, ибо произвольно слепствовали в уразумении истины. Святой Василий Уфологии. Вот эти футбологии. Хорошо, что нет царя. Хорошо, что нет России. Хорошо, что Бога нет. Только желтая заря, только звезды ледяные, только миллионы лет. Хорошо, что никого. Хорошо, что ничего. Так черно и так мертво, что мертвее быть не может. И чернее не бывает. Что никто нам не поможет. И не надо помогать. Такой вот вопль Георгия Иванова, не путать с Вячеславом Семеновичем Ивановым. Духовный потенциал упал. И малоизвестного, старосудного поэта, канавшего в лето, можно было бы и не вспоминать, если бы не эти мощнейшие по воздействию четыре страши. Бесследно исчез поэт в беззвучно текущих через вселенную водах и глубинах невидимой нашему глазу реки времен. Сказано в 1910-х годах Великой русской трагедии ныне же наше духовное отечание по уровню падения еще ближе. И это падение продолжается поныне и открывает людям нашей планеты прямые объятия и бытия. С тех пор, когда нашим дедам и отцам были обещаны во владении миллионы лет. Минуло столетие. Сейчас мы в первом десятилетии нормы 20-го века. Оно стремительно уходит. А мы полностью принадлежим третьему тысячелетию от Рождества Христова. Я специально прибегаю к метафоре и предполагаю, что без метафора мы легко можем впасть в панику. Итак, как мы будем работать? Сначала понадобится несколько предварительных положений. Затем введем ряд левых. Потом на их основе перейдем к теории. Из буквально двух-трех гипотез. А через набор нескольких исходных гипотез. Несколько выводов. Допад будет не в линейной логике. А по нескольким частным богословским и научным картинам мира. По эпизодам. Уверен, так будет легче и мне. Сегодня уже в 33-й раз мы обсуждаем нечто такое, что следовало отнести, говоря языком теории пределов, к лимитам. К предельным понятиям. Почему? По какой причине нужна именно система предельных понятий? Скажу прямо, мы в течение многих встреч толчем воду в стулья. Не выходим и боимся выходить на стратегию. Не формулируем ни цели, ни задачи происходящего уже вторжения на землю враждебного инопланетного разума. В чем же причина такой боязливости? Вспомним, ведь боязливые не наследуют царство небесное. Перед нами преграды в постановке религиозно-политических проблем. А я мы снимаем. Сейчас интернет во всепланетном обсуждении шумит по поводу французского документального, подчеркиваю, документального фильма «The Rural Conspiracy», где эксперт выполняет поручение президента. Еще, замечу, совсем недавно Франция открыла все секретные файлы по UFO и контактам, то есть религиозно-политической легализации, тема растет. Так вот, Франсуа Руссо докладывает премьер-министру, министру обороны и генералу. Цитирую. Господин премьер-министр, господин министр обороны, господин генерал, позвольте представиться. Меня зовут Франсуа Руссо. Я возглавляю неформальную исследовательскую группу, не фигурирующую в ваших штатных расписаниях. Господин президент, которому я лично и исключительно подотчетен, с чем полезным и даже необходимым, чтобы я проинформировал вас по ряду вопросов. 19 минут длится фильм. Я бы сказал, в общем-то, фильм, документальный. Серьезно, его помное название «Заговор фариумов». Все было бы хорошо, если в прошлом мое выступление я не цитировал ресурс Zetotop, сетевой, да, глобальный, планетарный ресурс Zetotop. Сейчас появляются уже более высокие уровни регализации, я бы сказал, уровень, который требует от нас уже каких-то действий, осмысленных, собранных, сфокусированных и стратегивных по своей сути. Итак, отсюда, с этого места, я, минуя всякие аналитические выгрузки, сейчас перейду к логическому синтезу. Прежде чем перейти к этим обобщениям и нелинейной, еще раз, подаче материала, доклада, я хотел бы рассказать, ну вот, простите за ненавочный термин, надоело, надоело уже вот это вот аналитическое исследование, которое не ведет к синтезу. Абсолютно, гром аналитика, 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 аналитика. Ребята, а когда же выводы делать будем? Когда Рак на горе свистят? Сформулирую посыл для первого вывода. Выводы буду делать по ходу заклада, как эксперт в заговоре в Орион. Поэтому гуманоиды, не обладая речью, будут продолжать общаться с людьми телепатически, но только до момента провозглашения своего правителя, нам, гражданам нашей планеты Земля. Нас с вами известят об установлении власти земного, а Христа. Ибо сейчас, в пути преодоления сегодняшнего мегакризиса, как передали нам святые отцы Церкви, А для подтверждения и возьмем пророчества святого Кирилла и Иерусалимского, требуется одновременно решение задач трех типов. А. В сакральной сфере. Б. В экономически-финансовой. И В. Пуш-политически, то есть военной. Именно об этих трех типах необходимо вести речь, ибо сегодня планета среагирует только на одно явление, имея в виду людей, всех граждан планеты, только на установление власти первого верховного президента Европы. А его авторитет своим массовым появлением могут поддержать только гуманоиды. Других задач у них нет. Да и все рассматриваемые на наших чтениях, конференциях, догады, подобно решению мелких и частных задач оккультно-технологическому уровню. Приборная и аппаратная реализация, интенсивность энергии сигналов, насыщенность каналов прямыми и ответными импульсами, места посадок контактов, очень примечательные предыдущие выступления, требуют терпения и решить тракт. Места посадок контактов, модели появления из пространства с иной метрикой, провалы неизвестно куда, я не спорю, все это надо. Культурно-исторический контекст нужен, а где же цель общения и контакта? Чего они от нас хотят, если бы это было в низком уровне? Все время мы тратим на пустые частности, уклоняясь от серьезных обобщений. Думаю, никто не будет спорить, что технологии находятся по своему уровню решения и относятся к типу прикладных задач. Хотя я согласен, технология сегодня стала и религией, и политикой, и властью одновременно. Давайте усиливаем акцент. Неземная технология, я бы сказал, антиземная технология, манифестирует себя сегодня очень агрессивно, заняла место и приобрела очень высокий социальный статус, приоритет и мировую значимость. Однако корни этой технологии контакта затронули душу. Если бы этого не было, наверное, я думаю, ортодоксы православные помалкивались, родили бы о спасении души, и не лезли бы в пограничную сферу между магучным, квазинаточным и мусорноучным знанием, и не искать бы участвовать в диалоге просто. Тем паче, что есть запрещение священного синония по биоазергетам, экстрасенсам и уфопам. Очень бы не хотелось, чтобы большинство православных попало под это прещение. Но я думаю, что если будет манифестировано со стороны, извините меня, будет указ об исторжении из церкви, тех, кто только принимает участие в этой тематике, многие задумываются, а почему? Оградительными силами серьезно в церкви работают, я имею в виду не обновляйцев, а традиционалистов. И в этом смысле мы защищены. И можем быть относительно спокойны. Итак, технология. Появился серьезный термин, свидетельствующий об этом явлении, которое называется, понятие которое стало определять содержание явлений, и сегодня называется агио. Агио-технология, английского агиос. Условно говоря, это свято информационная технология. Простите, звучит диковато, конечно, я понимаю, но именно в подобных терминах хоть удается рассмотреть более результативно нашу проблему. Вернусь к той причине, по которой мы обсуждаем задачи контакта, и практически почему не удается выходить на стратегию. Мы инстинктивно не допускаем разрушения парадигма, или наших устойчивых представлений о граждане. Их мы называем картины мира. Есть физические картины мира, химические, космические картины мира. Для исследователей и космонавтов здесь заслуженных, гостовствующих, уважаемых и любимых. Итак, это касается всех, без исключения стран, кроме двух православных. У нас картина мира эсхатологическая, и в логике одного дата. Если вы посмотрите Святое Писание, прямую вещь Спасителя, нигде Спаситель не говорит «нет». Нигде. Двузначный Аристотель в логике? Нет. Это не Аристотель в логике. Он практически недоступен обраденному сознанию, но это завеса не секретности. Уфологическая тематика не распространена секретности нового рода. Цена засекречивания тематики общения с другими очень высока. Это ментальная, умственная охрана и сохранение социальной стабильности. Я оставляю пока чисто военный аспект в стране. Все-таки каково достоинство наших чтений? Худы ли, бедны ли, но мы ввели систему пределов. И говорим сегодня именно о системе предельных понятий. Это, в частности, показывает Виталий Альцович Правдивцев, господин Уваров. Поэтому мы можем радоваться, что у нас не только уровень низкой фартологии или фартографии, а уровень обобщения, который Александр Евгеньевич по своему таланту, данному ему от Бога, сохраняет и аккуратно, аккуратно усиливает. Это аккуратность, по-моему, достойна подвал и всяческой поддержки. У меня еще 4 минуты, дам, садим. Итак, спросим. Все-таки, каково достоинство? Худы ли, бедны ли, на определенные понятия мы вышли? Однако некий перекус в какой-то научный, извините, прогресс и, простите, упертость в высокие технологические, в высокие технологии, то есть в демонические технологии у нас есть. О чем мы уже рассуждали не раз, и лишь бы не вести речь о цели. Теперь по этому цель вторая. Спросим, а что самое ценное в мироздании было, есть и будет? Конечно же, душа. Но только в таинственной целостности и в таинственном соединении, а не технологическом рассоединении с телом, она являет нам целого и целостного человека. Недробного, заметьте. А теперь давайте спросим, а если бы шоу-гуманоидом? Зачем нам ответ на этот вопрос? А вот зачем. Спасительное время, время, является для нас надежным защитником. Только один человек, как высшее гуманитарное и вселенское существо, имеет качество временности. Ангелам время недоступно. Ни в нечистой силе, ни в 12-летнем, юношам, мунистарам, волам, ангелам Божьим. Они не вторгаются во время. Оно им не подвластно. Ибо их обитающий не Хронос, а ангельский Элон. Мы помним, что есть три времени Хронос, Элон и Кейрос. И Кейрос еще одна мистическая длительность, Вечность. Итак, вторая цель вторжения, простите за ненавычную формулировку, тут нам все продырявить, чтобы открылись каналы не в будущее или в прошлое, а именно в изуродованные, в пространство, клящейся в Вечности. В Вечности с небытиными энергиями. Для понимания этого есть сугубо православный термин Вечная Смерть. Или еще одно отдельное понятие Откровение от Иоанна, глава 20-е, это Смерть Вторая. Вот здесь мы выходим на уровень, конечно, высоких научных обобщений и православной партигмальности, которая, еще раз говорю, достаточно трудно, ее достаточно трудно подвергать анализу. И при познании природы духа падшего и отсутствии в ихней небытийности, простите, ихней, я употребляю далее уничижительном просторечии, оболочка для ихнего нежитийного перемещения туда-сюда, и почему они в ихних коллективах и комьюнити лечатся по Вселенной, почему им не ведется, не живется на Бенном Свете, зачем они находятся в таком плачевном состоянии, подпадения, когда они падают, как гнилые плоды с небес или ломаются, а сами ихнии останки есть падежи. В прямом переносном смысле этого слова, потому что святых отцовцы и отвергангелы и помнятся зверями духовными. Вот, пожалуй, собственно, и все, и мне хотелось бы сейчас показать вам снимок, достаточно примечательный, который зафиксировал энергии благодати, да, если так сказать, над преподобным Серафимом Саровским, чудотворцем, ликом. Вот эти удивительные, оградительные и охранительные пользы. Только что мне это снимок подарили. Итак, я сошлись на мнении священника Родиона из книги «Образы и искушения современного человека падшими духами». Буквально в две минуты протекут таблицу, состоящую из десяти коротких пунктов. Слева – позитив, справа – святоотеческие понимания. Первое. Энобы в реальный случай ведут себя крайне агрессивно, уничтожают, ломают технику, ранят, даже убивают людей. Православные столбецы. Деваны являются врагами рода человеческого, их задача привести человека к вечной гибели. Они ломают кельи, портят вещи людей, избивают подрежников и даже некоторых доводят до смерти. Свидетельство и подробностей. Второе. Зафиксированы случаи насильственного похищения людей, полисмены, затлали и так далее. Православные парадигмы. Второе. Есть случаи насильственного похищения особенно грешников, незащищенных благодати ухожих. Третье. При насильственном похищении часто унижают достоинство человека. Насильственные наберут кровь, кровь, пози, раздевают, а даже якобы вступают в интимные отношения. Православные парадигмы. Третье. Всячески издеваются над прелещенными им человеком, могут являться в виде женщины и внушить образ якобы большейших интимных отношений. Свидетель и без родной текущей. Четвертое. Зафиксировано воздействие гипноза внушения различных образов и представлений. Частое общение происходит посредством телепатии. Православные. Стремятся внушить подвижнику свои мысли, заставить принять свои образы введения. При общении часто голос слышится как бы изнутри телепатии. Пятое. Часто пытаются войти в контакт и тесное общение, пригласив к себе на корабль. При решительном отказе в случае не применяют насилие и отступают. Православные. Всячески пытаются войти в контакт и вызвать интерес и согласие на общение с целью учинить своему влиянию. При решительном отказе и молитве насильно ничего не могут сделать и исчезают. Шестое. В некоторых случаях у людей после контакта с аналог происходит исцеление того или иного недуга. Православие. В житиях святых и в трудах святых отцов мы читаем о способности кругом в демонической силе совершать исцеление, но они недолгосрочны и обычно ведут к погибели души тех, кто к их помощи приспределяет. Восьмое. Седьмое, восьмое, девятое, десятое. О чем это говорит? Человек испытывает чувство страха при контакте. Внешний вид аналог различен. Свойства полиморфизма, летучесть информационной или деформационной. Объясняется православие, что меняет облик свой, являются в различных образах великанов, карли, шуродов, красавцев, женщин, мужчин, гадов и зверей. В том числе к зверям или к существам можно отнести самопараганологу. Он, может, вероятно, обладает душой вашей, поскольку меняется реформу. Милицианты часто мгновенно появляются и также мгновенно дематериализуются и исчезают православные парадигмы. Внезапно появляются и мгновенно исчезают после сотворения молитвы или пресного знамя. Поэтому феномены аналог, контакты и, собственно говоря, проблема аналог планетарной, не зря организация объединенных наций это обсуждает. Требует чего требует? Требует того, чтобы мы были логичны, благодатны и защищены Божьей силой. Потому что посланники являют себя как представители своего Бога, парчевого архистратива. Вот это вот мы должны понимать. То есть, как только нам дано помущение в этой области, знаете, Господь сугубо родит о нашей душе и говорит, вот хочешь этим позаниматься, позанимайся, но знай, что у тебя есть бессмертная душа и он Отец и Сын Дух Святый родит о спасении нашей души. Спасибо Господи, спасибо за внимание и успех от Бога. Вы знаете, позитив вологии вот почему. Александр Евгеньевич меня в предыдущие годы не приглашал, почему, конечно, почему. Потом мы с ним созвание и все мне говорит. Михаил Константинович, надо соваться в доклады. Я говорю, да, надо сказать о том, что Бог говорит, не, не, вы знаете, позитив вологии. Ну, позитив вологии. Поэтому, еще раз говорю, промысел Божий и покущение Божие, вот тот вопрос, который у нас постоянно актуализируется при многочисленной актуализации падших ангелов. И в научную парадигму надо вводить понятие плазмоиды, ангелы, сущности. Надо вводить, наука должна работать в этом контексте. Понимаете? В богословии все есть, а в науке, тем почему вологии, которая перекроет новые качества, в лице нашего дорогого Александра Евгеньевича, у нас такая хорошая перспектива есть. Поэтому так вот и назван позитив в области. Спасибо. Николай, если ваши комментарии, это тоже я в докторе не приглашал. И вот это мы обсуждали немножко в другом аспекте. Все в чем дело, в чему позитив. Действительно, действительно, ну, я так, слов не буду подбирать, весовские наваждения, которые периодически значит, наблюдаются, продели уже, так сказать, и на Западе, и частично у нас, такую веру, да, новую веру на планетян, там, и так далее. А это тупик. А это тупик. И может быть, только через отрицание этого, так сказать, пути мы у Волги можем способствовать тому, что нормально думающие люди, нормально осознающие себя в мире, все-таки попришли к истине. Пусть это будет слияние науки и религии, пусть чистая религия, пусть другой некое какое-то мировоззрение. Ну, не та механическая, механистическая, так сказать, что бы такая вот, которая просто подменяет, пытается подменить исконную религию такими и такими. Вот примерно в этом заключается позитив в Вологии. Извините, Микросс, отец. Микросс, отец. Микросс, отец. Микросс,